Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. У мэра казахского города Ридер обнаружили самую крепкую пуговицу в мире. Давайте похлопаем и насладимся ее геройством. По сообщениям паблика Санкции ВРФ, к новой волне мобилизации ВРФ продолжают готовиться. Она может начаться в любой момент, заявляют источники Верстки. По словам двух источников в районных структурах московского ГБУ «Жилищник», сотрудники этой организации готовятся разносить повестки. Один из них утверждает, что работникам из-за этого даже запретили брать отпуски в январе-феврале. Другой источник подтвердил, что повестки разносить будут, хотя прямых указаний о том, что готовится новая волна мобилизации, коммунальщики не получали. Напрямую не говорят о мобилизации работникам военкоматов. При этом их морально готовят к большим объемам работы. Двое собеседников Верстки в столичных комиссариатах сообщили, что руководство предупредило их, период январь-февраль будет тяжелым. Настроение федеральных властей также не поменялось. Источники Верстки в федеральном парламенте подтверждают, что Кремль планирует вторую волну призыва, связанную с ситуацией на украинском фронте. Ход войны пока тяжело оценивать как положительный для РФ. Согласились источники «Зимние преимущества», ситуация, в которой Москва может манипулировать европейскими странами, из-за нехватки энергоносителей закончится уже через пару месяцев. В связи с этим у Кремля есть планы ужесточить действия на фронте, а для этого понадобятся новые люди, рассуждает собеседник в парламенте. Немного о качестве машин. Вчера на севере Калифорнии Тесла сорвалась с обрыва в море с высоты 75 километров, но до воды не долетела, треснулась о скалу, несколько раз кувыркнулась и встала на колеса. Там ее нашли спасатели. Все четверо пассажиров, двое взрослых и два ребенка были живы и в сознании. Госпитализированы в тяжелом состоянии. На этом отрезке дороги тачки часто летают, его даже прозвали «чертов спуск», но обычно никто не выживает. Эти четверо вроде первые. 75 метров – это эквивалент 25-этажного здания. ЕС приготовился к долгой войне и анонсировал новые санкции против РФ. Европейский союз готов к долгой войне в Украине и будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, заявил министр иностранных дел Швеции Тоби Асбильский, чья страна председательствует в ЕС. По его словам, помощь будет всесторонней, политической, военной, экономической и гуманитарной. Одним из способов поддержки станут новые ограничения против РФ. Санкции – это лучший инструмент ЕС, который поможет Украине выиграть эту войну, что является конечной целью того, что мы делаем, ответил Бильстрим. С начала войны ЕС принял 9 пакетов санкций. Новые ограничения могут включать дополнительные меры по замораживанию активов и запреты на поездки для россиян, лиц, участвующих в войне. Также планируется еще сильнее ужесточить импорт в РФ товаров, которые могут использоваться в военных целях. Пять лет колонии дали российскому военному за отказ воевать в Украине. Уфинский гарнизонный военный суд приговорил 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова к пяти годам колонии по делу об уклонении от военной службы во время мобилизации, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии. К судам установлено, что в мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в специальной военной операции, не явился к месту службы. В сентябре 2022 года обвиняемый был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, чем и прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских права и отношений. Суд признал Кандарова виновным в отношении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 337 Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба. Валберис ввел обязательный сбор в 10 тысяч рублей за открытие пункта выдачи заказов. Сбор безвозвратный и взимается также при покупке ПВЗ у другого владельца. Валберис считает, что это поможет бороться с мошенниками, а по факту... Плати больше денег! Больше денег! Казахстан расторгает соглашение с РФ о взаимной конвертируемости курсов тенге и рубля. Соглашение между двумя странами было подписано 28 лет назад, то есть теперь одно в другое можно конвертировать через промежуточную валюту доллар, евро или юань. В пояснительной записке сказано, что соглашение утратило свою актуальность, в том числе и в связи с принятием законодательства, исчерпывающей регулирующие все вопросы, бывшие предметом соглашения. Мы могли закончить войну еще в мае, но по великому замыслу Путина не стали этого делать, чтобы провести глубокие революционные реформы и духовную мобилизацию общества. Только че-то как-то голосочек дрожит, уже сами себе не верят. Еще в мае прошлого года мы могли закончить с проведением операции на окружение, по классике. И тогда, я помню, меня самого сильно возмутила вот эта фраза нашего президента, который сказал, мы не будем делать Сталинград под Донбассом. Хотя вполне логично это было бы сделать. Сейчас я понимаю всю глубину замысла. Представим себе, что если бы мы это все сделали, значит сейчас не стоял бы вопрос о том глубокой модернизации вооруженных сил, которая объявлена. У нас бы не пошла бы поляризация духовная, которую мы сказали. Не создаялась бы мобилизация духовного общества. Мобилизация общества, не военного, мобилизация духовного общества. Два. Если бы тогда это сделано было, то морально-психологических условий для глубоких, буквально революционных реформ, которые назрели в нашей стране, созданы бы не было. Сегодня вот это затягивание спецоперации, которое, конечно же, негативно имеет последствия, связанные с жертвами, разрушениями, расходом материальных средств, но оно имеет и очень серьезный позитивный момент. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо. До скорого ролика.